И вот, поэтому у нас удивительное время, и у нас сегодня и праздник-то существует, его очень часто называют Духов День, и что-то еще, и так далее. Но, сошествие Святого Духа на землю в этот день, ну, мы же знаете, да, мы не привязаны к дням, не факт, что это был в этот день, но само существование того, что это произошло, для нас это важнейшая вещь, да, ну, еще называется Духов День, кто-то где-то слышал, не знаю. Вот, поэтому мы всех приветствуем, всех, кто в онлайн и могли приехать в церковь, мы вас приветствуем особенным образом, вот, но кто в онлайн не смог приехать в какой-то другой город, кто-то еще, вы молодцы, что присоединились, все время хочется сказать, молодцы, что не смотрите другие ненужные программы, но именно сосредоточились на нашей. Сейчас резко трафик упал. Вот, друзья, у меня есть такое странное побуждение, потому что, ну, у меня не было какое-то время в церкви, я не в мир уходил, но хотя меня не было два месяца, и никто не позвонил, ты где? А сегодня я пришел, о, ты здесь, вот, ну, видимо, либо такое доверие, либо такая любовь, вот, или не любовь, не знаю, но суть в том, что нужно было съездить в одну замечательную Армению я посетил, все, теперь все армяне в церкви меня считают, как будто я съездил прям вообще, вот, и я теперь поднялся резко среди армян, вот, потому что я был там 7 дней, пребывал там, интересные были всякие разные времена, посещал там всякие разные места, очень красиво, хорошо, но перед этим мы, потом надо послужить немного сейчас в городе Бор, потому что там переехали в новый храм, там так красиво все, здорово, и его надо как бы наполнить, и вот часть того, что я делаю, я наполняю его своей семьей, мы там сидим, все хорошо, пытаемся там сделать что-то с прославлением и так далее, так что, если кто-то набор хочет приехать, посмотреть, церковь, все функционирует прекрасно, храм сделали, сидим там, наслаждаемся жизнью, вот, ну, и плюс от дома ровно 7 минут. Представляете, у меня дочь сегодня младшая сюда не поедет, она пешочком просто приходит на детское служение, вот там у нее какие-то прелести, она, я не знаю, чем она так там вдохновлена, но она, ну, я примерно догадываюсь, она приходит каждый раз, плюсики, плюсики, мне вот за этот плюсик поставили, вот, поделку я сделала и печенье, вот, в общем, ну, все, что дома под запретом, печенье, вот, поэтому она туда гоняет с удовольствием, вот, поэтому прекрасно, все развивается, все растет, все здорово, вот, и пока я отсутствовал, я вспомнил, вдруг, я тут просто спросил людей, я сказал, а мы, Федору Николаевича Пикина, поздравляли его 50-летием официально на сцене? И мне сказали, нет, давайте поздравим. Можно мы тебя поздравим? Иди сюда. Он, он отмечал 50, 50 лет, ну, просто, чтобы вы поняли, там было такой день рождения, но там было мало, ну, 50 лет, все, может, вообще ничего не делать больше, все, 50 лет, вот, поэтому мы официально, вот, всей церкви, он, 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 пятидесятник, как сегодня день пятидесятницы, вот, мы, у него был юбилей, я не знаю, вы, кто поздравил, поздравил, кто не поздравил, лучше поздно, чем, ну, вот именно, не взумайте вообще, поэтому, Федор, мы тебя прям, сюрприз, он не знал, да, он не знал, поэтому, ну, друзья, на самом деле, ну, у нас просто, ну, на вот тебе вот, ну, это, ну, это, ну, это, ну, поэтому, давайте помолимся, друзья, потому что это такое, ну, ну, полвека, и большую часть, еще самое интересное, большую часть из этого полвека, он в церкви, и не просто в церкви. Я прикинул, мы с тобой в церковь ходили три месяца в жизни. Мы походили три месяца в церковь, и потом, давайте делать церковь на бору, и все, и мы такие, все, три месяца походили, и мы служители теперь. И это, знаете, что, а так хочется походить в церковь. Просто походить, не чтобы на тебя все смотрели, где ты был, давай, что-нибудь скажи, что-нибудь помолись, просто хочется в церкви побыть. И вот у тебя уникальность, время, побыть в церкви. Вот тебе 50 лет, ты вообще можешь все, что хочешь делать, или не делать вообще, все, церковь дарит тебе этот подарок. Вот, видишь, я вот исчез на два месяца, они не заметили. Вот, то же самое можешь. Поэтому давайте молиться, друзья. Господь драгоценный, мы молимся, Господь, за это удивительное время, Господь. Мы молимся, прославляя тебя за его удивительное служение, Господь, чтобы ты дальше и дальше держал над ним свою руку, Господь, расширил его пределы. Господь, чтобы он никогда не горевал, храни его от зла, Господь. И мы молимся, чтобы ты продолжал, продолжал, продолжал начатое в его жизни во имя Иисуса Христа. Да, аллилуйя. Аминь, 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 аминь. Вот, все. У кого есть номер телефона, Сбербанка привязана. Вот, спасибо всем огромное, садитесь. У кого был день рождения, всех вас тоже поздравляем, все. Но вы просто поймите, что существует церковь, она на самом деле не совсем демократический институт, где можно голосовать, выборы. Изначально церковь, если вы посмотрите, не вы меня избрали, а я вас. Вы когда, ну, то есть, как бы идея такая, что очень часто мы заплываем за буйки, когда думаем, что вот мы, Господь, я здесь. Так, ты рад? Вот, он очень рад. Он просто в восторге, что ты здесь, но ты здесь только потому, что он тебя призвал. И поэтому в церкви существует определенное, ну, такое доброе почтение. Ну, я знаю, что есть в церкви люди, которые, вот сегодня вот я вышел проповедовать, двое человек спокойно встали и ушли. Не могут они меня слушать. И слава Господу, что они ушли. Во-первых, они сделают выручку Максима Потапова в буфете, а во-вторых, я не буду видеть вот это вот. Это классно, потому что вчера же была над тем проповедь, да, помните, когда, ну, отстаньте от людей, ну, не хочет она дальше идти, пусть не идет. Ну, это же было вообще просто, я вчера в восторге был, диком вообще от этого слова. И это еще, чтобы вы поняли, кто это говорил. Они до этого так не говорили. Вот, поэтому открываем с вами историю одну очень интересную. В Матфея, по-моему, 21. Один, нет, сейчас я вот тут скажу еще что-нибудь. Так, посмотрим. Так, так, так. Давайте откроем. Матфея, это я к этому хлебопреломлению приготовил. Нет, это не то, 26.6. 26.6. Когда Иисус был в Вифании, в доме Симона Прокаженного, приступила к нему женщина с лавастром сосудом мира драгоценного, возливая ему возлежащему на голову. Как-то я упоминал об этом на ночной молитве, мы говорили об этом, но так кратенечко, и мы здесь немного увидим такую историю. То есть, во-первых, смотрите, всегда читайте внимательно, в чьем доме он был. Он был в доме Симона Прокаженного. А по всем тем правилам, он не мог быть в доме Прокаженного. Более того, я вам скажу, у Прокаженного дома-то быть не могло. Но туда пришел Иисус, и туда пришли другие люди. Поэтому, о чем мы думаем? Скорее всего, а, Иисус отменил не прикасаться к Прокаженным, потому что, если хочешь, можешь меня очистить, хочу очистить. Во-вторых, скорее всего, может быть, это и был этот вот человек, который после того, как потерял свою болезнь, отдав ее Иисусу, он, у него появился и дом, и люди, которые смогли к нему приходить. То есть, он сидел у какого-то восстановленного такого человека, ну, пережившего исцеление. У Симона, и что самое интересное, он, этот человек, наверное, и не обиделся, когда его назвали, ну, такой, на всю Библию, Симон Прокаженный. Ну, такое, как бы, ты знаешь, там, ты замужем за кем? За Симоном. А, за Прокаженным. Но, ну, такое, как будто бы. Но люди тогда не стыдились своего прошлого. Потому что, и мы точно так же с вами можем быть избавлены от стыда за свое прошлое. Потому что ты там неправильный, ты сидел, ты не сидел, ты из церкви уходил, ты вернулся или не вернулся, и так далее. Да, конечно, мы можем друг на другом там подтрунивать, что многие люди в церкви, как старый бумеранг. Я уже новый купил, а старый никак, все выкидываю и выкидываю. Вот. Но, и это тоже, ну, есть над чем подумать. Но, с другой стороны, смотрите, у Симона Прокаженный, так Писание говорит. Вы слышали вчера тоже проповедь, все, как женщины, особенно, когда говорили, ну, на всю жизнь, ров блудница. Это как бы, ну, у нас есть прошлое. Ты не можешь свое прошлое, ну, вот не учитывать. Тебе всегда его надо как-то обыгрывать. И вот этот человек, он обыграл его правильно. У меня дома сейчас небольшая строечка такая происходит, там, бручатку перекладываем и так далее. И у меня пацаны работают, которые реабилитацию проходят. Ну, они помогают мне определенные вещи сделать в жизни. И так получилось, что мы возим мусор, не мусор, старую землю в один такой овраг. А на той стороне оврага стоит огромный красивый дом. Вы знаете, каждый раз, проходя мимо с тачкой, я каждому из них говорил, там живет человек, у которого тоже не было будущего. Он прошел реабилитацию в церкви, у него дом, бизнес, прекрасная семья, дети. Поэтому каждый раз говорю, когда вы берете эту тачку, вы идете, вываливаете эту землю, которую выкопали у меня, и смотрите на тот дом, и говорите фразу, и у меня то же самое будет. Потому что весь вопрос твоего дальнейшего хождения с Богом, смог ли ты свое прошлое поставить на службу своему будущему, или всю свою жизнь, твое прошлое будет долбить тебя и уничтожать. И поэтому Симон прокаженный, он говорит, да, я был прокаженным. Поэтому Раф блудница. Ну, и она говорит, была, да, но смотрите, где я сейчас. Поэтому Версавия, ну там даже имени, к сожалению, нет в родословной. Если внимательно будет читать в родословной, то идет, произошел сын от бывшей Заурии. Она несет вот такое прошлое. Представляете, там даже в родословной, если внимательно читаете, там не написано Версавия, там написано от, бывшей Заурии, потому что как бы Бог, он говорит, да, но она точно так же смогла пережить это восстановление, которое Бог предоставляет. Потому что мы очень часто ждем, когда всех накажет Бог за их грехи, за их неправильные поступки, за еще... Я последнее время стал видеть удивительные вещи. Люди возвращаются обратно в церковь через 10 лет. 10 лет назад они ушли, через 10 лет они возвращаются. И мы должны с вами научиться как-то их принимать, должны научиться этих людей в хорошем смысле ждать. И поэтому, чтобы... Ну, так же научить людей. Да, ты был прокажен, у тебя не было ничего, но однажды Иисус придет тебе в дом. И там будет столько народу. Но история продолжается. Смотрите, там удивительно и дальше продолжается мысль. «Приступила к нему женщина с салавастровым сосудом мира драгоценного, возливая ему возлежащему на голову. Увидев это, ученики вознегодовали и говорили, к чему такая трата?» Вот приходят люди в церковь, экран видят. Ну, к чему такая трата? Ну, можно же было это все на корне голодного отдать. Пусть они смотрят это видео. Почему мы тут сидим сытые и довольные. Но вы не представляете, какая у нас картинка онлайн. Когда я вот эту конференцию включал, женскую, слушайте, у нас прекрасная картина. И благодаря тому, что существует вот этот экран, существуют вот эти вот люди, которые украшают вот этим всем, вот эти головы. А это уж мужчина, да? Нет, но... Забрался на конференцию женскую, да. Но, смотрите, история в том, что существуют какие-то вещи, до которых мы, наши мозги, не доходят. Нам кажется, что мы с вами знаем, как поступить правильно. Нам кажется, мы знаем, куда правильно церковь должна распределять финансы, какие правильные проповедники должны стоять на сцене. Нам кажется, что мы знаем. И ученики, более того, они не просто знают, они настолько уверены, что они вознегодовали. Вознегодовали. Вот я сегодня еду на машине в церковь, и помню все свои проповеди про то, как я езжу. Почему я рыбку снял с машины? Ну, чтобы никто не знал, что я в церковь хожу. Вот. И, ну, так вот я вот ездил раньше. Я еду, и меня тут обогнали. Тут подресли. Я прямо еду, и у меня внутри вот два меня борются, и, говорит, они торопятся. Им больше надо. Другая часть мне говорит, «Куда они в воскресенье-то торопятся-то так?» Я говорю, «Ну, у кого-то собрание не в десять, в девять, они вот на собрание торопятся. Еще куда-то я ехал, и вот это внутренняя борьба, потому что я-то знаю, как надо ехать-то. Я-то знаю, что в левом ряду-то, ну, только он для обгона. А вы-то чего никто не знаете? И когда у тебя есть полное знание, как жить правильно, ты на других негодуешь, потому что они не живут, как правильно. И вот они, ученики, смотрят на эту женщину, которая просто, ну, пару миллионов рублей выливает на Иисуса, и в этот самый момент можно было бы продать это мира за большую цену дать нищим». В девятом стихе они говорят, «Но Иисус, разумев, сказал им, «Вы что смущаете женщину? Она доброе дело сделала для меня». Иногда то, что мы делаем для него, вообще не идет ни в какие рамки для того, что мы делаем для них. Что мы делаем для него? Очень часто не бьется с тем, что нам кажется, что мы должны сделать для них. Потому что ученики, о чем они думали? Продать, деньги будут, бюджет, зачем приглашать и делать вот это, зачем, ну, вообще все, весь антураж, можно и вот это сделать, это, зачем тратиться на какие-то украшения, проповедников, какие-то подарки и что-то еще. С одной стороны, да, но с другой стороны, вы сидите и понимаете прекрасно, что вчера, позавчера было прекрасное слово, которое вы переживали. И это изменило вашу жизнь. Но вначале это могло бы подвергнуться определенным сомнениям, если бы, ну, вы, например, смотрели бюджеты. Поэтому они, ну, деньги, вот деньги, это штука такая, она прямо, она настолько реальная, что мы к ней вот, ну, так вот прикипели, что нам кажется, что, ну, это главное в нашей жизни. Ну, главное, потому что, да, за все отвечает серебро, и деньги, это неплохо. И я видел, что, когда, ну, вчера я расплачивался с одними людьми, там, которые кладут эту брусчатку, и я дал им денег, и они вообще по-другому стали со мной разговаривать, улыбаться, ну, как-то вот, спасибо, спасибо, и такие, все, я говорю, ну, может, теперь чаю выпьем, давайте теперь выпьем чаю, потому что до этого они, они, может, думали, там, заплатите, заплатите, лотерея. Вроде человек хороший, но ведь в каждом хорошем есть прокаженный Симон. Вот, и они не знали. И вот они говорят, возлив мир России, смотрите, он говорит им удивительную вещь, она доброе сделала, ибо нищих всегда имеете с собой, а меня не всегда имеете. Возлив мир на сие, на тело мое, она приготовила меня к погребению. Ух! Иисус всегда переживал определенное одиночество с людьми, потому что он выходил, когда на проповедь, они слушали, да кто это может слушать? И разбегались. Другие приходили для того, чтобы он их исцелил, решить свои проблемы. И он в некотором смысле переживал одиночество, но он всегда имел взаимоотношения с Господом. Потому что он пытался научить людей совсем другому. И вот он, представляете, он сидит с ними, с учениками, и он переживает о том, что будет. А будет то, что его будут распинать на кресте, потом он умрет, и его отнесут в могилу. И все это время, когда происходили эти события, от него будет пахнуть не страхом, потом или какой-то грязью, от него всегда пахло вот этим драгоценным миром. Представляете, что она сделала? То есть она послужила прямо вот ему, не во имя людей, не во имя любви и добра, и чему-то еще. Эта женщина, услышав такой посыл от Господа, послужила прямо ему, напрямую, без всяких посредников. Одна из первых, кто прямо пред престолом Божьим сделала так, что в самое трудное время Иисуса у него, он постоянно, от него был этот царский запах. Потому что это штука мира. Если вы исследуете, посмотрите, что это такое? Это такое на молекулярном уровне в тебя проникает, и ты пахнешь долгое время. И когда он лежал в гробу, до того, как он воскрес, из гроба пахло мира, драгоценного. Это было одно из самых таких драгоценных запахов того времени. Царский, по-царски. И он был царь, и она воздала ему почте, как царю, а вокруг все люди не поняли. И знаете что? Вот многие нас с вами не понимают, почему мы воздаем славу царю, потому что почему мы так живем, почему мы так пытаемся воспитать детей, сделать этот мир лучше, почему? Слушайте, не надо ничего объяснять, потому что мы это не объясним. Мы просто продолжаем наше служение для Господа, как та женщина, которая разбила этот сосуд и приготовила, он говорит, она, в отличие от всех вас, приготовила меня к погребению, а вы, когда я говорю, что у меня будет погребение, не будет с тобой этого Господи, да мы в это не верим, да мы связываем твои слова во имя Иисуса. То есть, она приготовила меня к моим тяжелым временам. Слушайте, вы знаете, это такая вещь, видимо, может быть, даже после этого возникло это слово, которое Павел высвободил, что при искушении Бог даст утешение. Может быть, потому что эта женщина сделала вот так с Иисусом, то на небе произошли такие изменения, что сейчас, когда у нас какие-то проблемы, мы имеем право на подобное утешение. Может быть, я не знаю, но факт в том, что Сени Ижатова никто не отменял. И вот она совершила это, почему? По своему личному откровению. Подверглась ли она воздействию того, что люди говорили, нет, не надо, не лезь, не подходи, да. Но что она сделала? Она преодолела это внутри себя прежде всего. И следующая история, которую я бы хотел вам рассказать, это история из 21 глава Евангелия от Матфея с первого стиха. Удивительная история, которая меня всегда радует. Она такая прям, она очень похожа на то, что мы перед этим читали. Ну, просто мы сейчас про женщину читали в рамках женской конференции, а теперь мужчинам должно тоже достаться. Аминь. И когда приблизились к Иерусалиму, пришли в Вифагию, к горе Ильонской. Тогда Иисус послал двух учеников своих, сказал им, пойдите в селение, которое прямо перед вами, тотчас найдете ослицу привязанную, молодого осла с ней, отвязав, приведите ко мне. Классно. Ты такой идешь с Иисусом по дороге в Иерусалим, зная, что тут не сильно его любят, там, например, или как-то какие-то отношения не очень хорошие, бывают с ним у фарисеев. И вдруг он говорит, видите город? Ну, в Нижний ты едешь, он смотрит, видите, бор, да. Там машин стоит две. Одна полноприводная, ну, осел тогда вот заменял вот, ну, вот, средства передвижения. Одна полноприводная, одна поменьше. И там пацаны у нее стоят, у этих машин. Вы подойдите и заберите. Они такие, ну, ну, может, сам ты сходишь, возьмешь, ну, ты же пастор. Вот, они говорят, ну, он увидит, смотри, удивительные глаза у них. Он же им дальше, смотрите, говорит, если кто скажет вам что-нибудь, они же рассчитывали, что что-то скажут. Ну, как правило, ну, должны же что-то сказать. Если ты приходишь, ты стоишь у машины, кто-то приходит, ключи у тебя берет, в твою машину садится, ну, ты что-то же скажешь. И он говорит, ну, если кто-то что-то скажет вам, отвечайте, они надобны Господу. И тотчас пошлет их. И они думают, ну, то, что они нас пошлют, это вопросов нет. Куда только весь вопрос. И как бы да. И вот они стоят. Делать не делать. Вот то же самое мы с вами очень часто. Нам говорят, ну, может, вот тут, вот здесь. Ты говоришь, а как? А как? И вся наша жизнь состоит вот из такого. А как я сделаю это? А у меня не получится. А мне там скажут. А мне там это, что-нибудь еще. Все сие это было, да будет цареченное через пророка, который говорит, скажите, через Сионово, если царь твой грядет кроткий, кроткий, сидя на ослице и молодом ослие, цили под Еремном. Ученики пошли и поступили так, как повелел им Иисус. Одна из историй дальше. Там они подходят и говорят, вы что отвязываете своих? И говорят, надо им Господу. Так все и было, как он сказал. Они им привели. Вот смотрите, смешная история, дурацкая, как бы с виду. И правда, можно ее, вот как мы, поюморить на эту тему. Но есть одна маленькая проблема. Смотрите, когда они это сделали, вот это вот, ну, непонятное действие для них вообще. Они сделали так, что свершилось то, что было написано задолго до них, пророка. То есть, такое действие, ну, странное, но привело к исполнению пророчества. Смотрите, там что написано. Все сие было, да сбудется, реченое через пророка. То есть, мы видим вызов Иисуса двум ученикам, которые, наверное, подумали, что все это, ну, ну, очень странно. Но, сделав это, они исполнили пророчество. Женщина, которая помазала его, приготовила его к погребению, когда никто не верил, что вообще что-то такое подобное произойдет. Эти пацаны, сделав какое-то действие, исполнили пророчество. Представляете, какие вещи происходят, когда мы переступаем вот это свое, да как я смогу, да у меня не получится. И когда эти пацаны у меня с тачкой выгружали в обрак землю, я им показывал, я говорю, ребят, вот вы можете, ну, вы можете, он смог, вы тоже, у вас тоже две руки, две ноги, тоже вот этот вот въедливый, хитрый, построенный, жизни, прошлый ум, который можно применить вот в этой вот замечательной жизни, и тоже все это у вас будет. Но вам просто нужно научиться следовать за Господом по каким-то определенным шагам, которые он вам предлагает. Пацаненок молодой приехал ко мне на участок работать с другими там бручаточниками. Ему 15 лет. Я к нему подошел, а я со всеми же, я такой, привет, Вадим, Николаевич, что тебе? Здесь живу. Он такой сидит, смотрит, ну, у меня такой большой дом, и стройка такая большая, которую затеяли, он такой сидит, и он такой, здрасте, а кем вы работаете? Я говорю, поступать собрался? Он такой, да, ищу куда. Я говорю, ну, в фельхозакадемию иди тогда. Потому что я там учился. Но, вы знаете, на самом деле, мне даже говорили, ты, знаете, люди говорили, этот, корон хвосты крутить пошел. А я пошел. Зачем? Не знаю. Я туда мог поступить? Мог. Я поступил, экзамены сдал. Раз, что-то отучился. Через 10 лет, ровно через 10 лет, как я закончил, после того, как я сжег все тетрадки и зачетку, и я, потому что мне было неинтересно все, что там происходило, через 10 лет я стою на конференции, слово жизни, молюсь, проставляю Господа. Стоит рядом парень, который знаком нашему Эдуарду Чупрову. Они вместе учились в школе, как-то христиане стали. И вот мы встретились в Москве в церкви. Он говорит, я вас довезу там до вокзала. Мы едем с ним до вокзала, на машине на его, он открывает багажник, давая нам чемоданчики наши. И в это время я смотрю, у него в чемоданчике целая огромная лаборатория. Какие-то пробирки, что-то еще там, какие-то такие. Я такой, а что это? Он, да я вот работаю в одной иностранной компании, в прекрасной. Вообще прям прекрасно так все работаю. Вот сельское хозяйство. И я такой ему, я тоже учился в сельском хозяйстве. Но это было вот так. Я тоже, короче, учился. Он такой, что у тебя прям диплом есть? Я говорю, да, диплом есть, да, диплом, все, сельхозакадемия, нижегородская, все, диплом, до свидания. Все, разъехались. Через неделю звонок мне от него. Он, слушайте, я сейчас, там письмо пришло на почту, резюме отправь вот сюда. Я говорю, а что, куда, чего, где? Он говорит, ну там вот в Москве есть компания, только что завод построили, Франция, там все будет круто, там все. И я сижу, думаю, в смысле, что за дурь вообще? Он такой, там нужен диплом. Я говорю, так я же учился-то, чтобы в армию не ходить. Я говорю, ну я, я не знаю, я учился, ну пока учился, в больнице лежал специально там, ну еще что-то, я специально, ну господи, ну я говорю, Дим, ты что, нормально, что ты мне звонишь? Он говорит, там диплом нужен, и вот как раз проныр такой, как ты, давай, говорит, специально там все. Я говорю, ну, и я сижу дома, я работал торговым представителем, конфетки там продавал по Нижегородской области, и в церкви тут, здрасте, здрасте, по-прежнему служил. И мне надо куда-то ехать, что-то в феврале, я даже не знаю, как, все, я не понимаю, но, смотрите, я так, мне было столько дурацких мыслей, вы не представляете, сколько их было, вот просто зачем, да ради чего, но я почему-то, как будто бы кто-то меня толкал, и я в итоге иду, я помню этот день, я его прямо помню, я сел в какой-то автобус, поехал в какой-то город Чехов, под Москвой, потом по сугробам, перебегал, я даже МКАД перебежал тогда, вот это было вообще, ну, я реально перебежал МКАД, когда обратно шел, потому что я не понимал, что в Москве, он там МКАД-то был, в 2002, я вас умоляю, МКАДик, ну, там машина-то была, сейчас его не перейдешь, и я такой, иду на какой-то завод, какие-то люди в халатах, такие, у них что-то, что-то мне рассказывают, рассказывают, собеседование со мной проводят, я резюме, слово-то впервые услышал, вот тогда, когда он мне сказал, напиши резюме, я его скачал, откуда-то, там, фрамилю просто его поставил, но выдумывал про себя там всего, ну, на пророчество. Вот, и я, и что-то сижу, что-то наговорил, билеты, они, а, я понял, что я ехал-то, они мне оплатили проезд туда-обратно, ой, я день в Москве бесплатно пробыл, вот, и значит, они все, мне билетики эти отдали, обратно деньги, все, и я вышел, опять по этим сугробам вернулся, на какой-то автобус, а, на Молоковозе как раз доехал, до МКАДа, вот, он меня высадил дальше, он уходил там на Вологду, и я вот вышел, вот я тогда МКАД перешел, вот, и, и я домой приехал, и думаю, вот так я прям дверь открываю ключом, захожу и думаю, зачем-то поехал, и прям вот я захожу, дверь открываю, в 8 утра, и звонит телефон, вот тут справа такой стоял, помните, вот, это у вас такое было, у меня было на кнопочках, вот, ну нет, ну, и я беру этот телефон, и говорю, здравствуйте, это компания Данон, мы хотим сделать вам предложение, это, да, вот вы подходите, там, и я думаю, я слушаю и думаю, какой, я в Данон, что ли, оказывается, был, вот, ну, или там, и я уезжаю через неделю туда, полный страхов, не понимая, что нужно делать, вообще не соображая, ничего, ничего не соображая, в том, что называется сельское хозяйство, и я являюсь туда, и начинается жизнь моих вот таких, каких-то сумасшедших приключений, каких-то просто, ну, странных вещей, и вся моя жизнь теперь 20 лет, знаете, как я записан в телефоне по всей стране, вообще, Вадим Молоко, везде вообще, просто вы не представляете, насколько у меня в жизни появились пути какие-то невероятных, просто одна за другой двери открываются, для вообще всего вообще на этой земле, и я смотрю и думаю, а как так-то, а вот однажды, когда Бог предложил мне войти в эту дверь, я в нее вошел, через свои страхи, проблемы, с отсутствием какого-либо мира Божьего внутри, чего-то еще там, и так далее, я, несмотря ни на все мои эмоции, я просто пошел, и я понял, что Господь меня подталкивает к этому, как-то подталкивает, так же все, до сих пор все с моими работами происходит ровно так же, одна работа заканчивается, у меня когда работа в этой замечательной компании через 10 лет закончилась, я прямо на велосипеде еду по лугам Борским, и говорю, Господи, а где теперь работать? И прямо звонок, а я с такой штучкой ездил в ухе, у меня прямо звонок какой-то, я такую трубочку вот так беру, и мне прямо голос, мы слышали, у тебя там закончилось все? Я говорю, да, ну у нас есть тебе предложение, и я такой, ну я месяц отдыхаю, месяц отдыхаю, у нас там выезд, начальный, все было, вот, и я говорю, месяц, а потом сделайте мне свое предложение, да, ну приедь там, это кресло-то зафиксируй себе, вот, и точно так же каждый раз, я из одних рук, добрых, чьих-то, перехожу в другие руки, иногда в недобрые, но перехожу, и у меня в этой жизни открываются постоянно двери, и я, знаете, я не знаю, как это произошло, но это было примерно, как с этими пацанами, которые сказали, иди здесь, сходите, возьмите этих ослов, ну ладно, пойдем, сходим, потому что до этого эти же пацаны говорили, ну кто там может это слышать, и так далее, но здесь, тем не менее, мы видим эту вещь, точно так же, почему я сегодня упомянул с Федором Николаевичем эту историю, что мы реально три месяца мы ходили в эту церковь, всего лишь три месяца мы ходили в церковь, после этого мы стали делать вот эту церковь, ну вот эту вот, мы не пережили многих, может быть, вещей добрых, которые первые годы христиане переживают, как у меня вот сейчас, ко Христу пришел будущий крестинкин муж, и она сейчас ходит за мной и говорит, вы что сделали с ним, он у меня супер верующий теперь, он за все молится, а что самое интересное, у него все происходит, значит он молится, я уже тут ему говорю, у меня тут нужды есть, по-братски помолись, вот что, но суть в том, что мы этого как-то не пережили до конца, мы три месяца в церковь ходили, но точно так же, вы знаете, это же было смешно, когда нам, мы говорим, да что там, мост борский, все время пробка, давайте на бору собираться, на бору, что же спасение нужно, и мы собрали на бору, вы не представляете, мы сидим сейчас в церковь, экраны, все, в ДК прям приходим, в ДК прям, назывался оно, дом культуры шестой фабрики, вот, я говорю, слушайте, церковь, собрание хотим сделать, да, ну, пожалуйста, делайте, хоть собрание сделали, гитару у швейцарцев отняли, ну, языки не понимали, приехали, какие-то швейцарцы, миссионеры тогда, было дело, и они гитару дают поиграть, пацану нашему одному, он такой, спасибо, они такие, а он, да, да, спасибо, вровень выступать, да, начальника, все, он забрал ее вот так, они неделю ходили, пытались с него обратно взять, он, он это говорит, а, чехол принесли, спасибо, вот, 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 ну, и, ну, примерно так, не так, но похожая тема была, я просто сократил историю, долго он их отжимал, но, примерно вот так, что мы не понимаем, но он, главное, понимал, но он такой, из будущих, вот, ну, и мы с вами, и мы как-то раз собрались, и в этот самый момент, что вы поняли, мы стоим, кружочком молиться, какой-то ДК безумный, свет какой-то там включили, и две женщины идут по рядам, и плачут прям, рыдают, такие вот, ну, в возрасте, они прям такие идут, идут по рядам, 14 августа это было, 94-го года, идут, и вдруг, ну, и плачут, нам и так-то непонятно, что делать, а вот какие-то две тети плачут, идут, и они на сцену выходят, ну, перед сценой прям встают, и говорят, пророчество вы исполнили, всякие, я говорю, какое пророчество, из вот Ветхого Завета, вот как вот, вот здесь, они говорят, 25 лет назад мы молились, здесь, в Советском Союзе, когда нас тут прессовали, закатывали, в дурдомы возили, тюрьмы сажали, мы молились, и Бог нам сказал, выведу народ этого города на пажет злачную, и он говорит, и нам Бог сказал к вам прийти сейчас, вы, это пажет злачная, и мы стоим, три месяца во Христе, с украденной гитарой, вот, мы стоим, все совершил, он дал нам победу, дьявол поражен, и смерть не власть стоит, вот теперь, вот мы, и мы стоим, это мы так проповедовали на улице, думали, что люди из-за этого в церковь придут, и, и вдруг нам Бог говорит, вы, исполнение пророчества, они пошли, пацаны, ослов забрать, ну, какая-то нелепая ситуация, ныне исполнилось пророчество, она вылила на него мира драгоценное, приготовила их к погребению, и там написано, ныне, говорит, где не будет проповеданной Евангелии, везде про нее будет проповедь, представьте, даже сейчас я проповедую об этом, исполняю Слово Божье, потому что, где не проповеданной Евангелии, проповедуют об этой женщине, представляете, что происходит на этой земле, быстро, и заканчиваем, в принципе, мы можем даже подняться, это Откровение 3.20, Откровение 3.20, я стою, вот все, вот сейчас, стою у двери, и стучу, если кто услышит голос мой, отворит дверь, войду к нему, и буду вечерять с ним, он со мной, история Божьих дверей, а он сказал, я дверь овцам, она очень проста, эта дверь, нигде ее открывают, и орут, сюда беги, здесь, процветание, нет, Божьи двери, они расположены по всей территории твоего мышления, они везде, эти двери, но тебе нужно научиться в эти двери входить, их открывать, твоя жизнь состоит из таких вещей, где-то есть дверь для того, чтобы ты нашел хорошую работу, где-то есть дверь, чтобы ты нашел удивительное служение, где-то есть дверь для твоего здоровья, каждый раз, вся твоя жизнь в принципе состоит из сплошных дверей возможностей Господа, и знаешь, когда этот пацан спросил меня, где ты работаешь, копейку с литра я получаю, ну где я работаю, ну как я объясню ему предыдущие 20 лет, как я ему объясню, что я по сугробам шел на эту работу, как я объясню ему, что я получал 25 тысяч рублей и ходил за этими коровами там и проверял это качество там молока и так далее, как я ему объясню, что это все это время я продолжал вступать в какие-то карьерные вещи, ну ты не объяснишь это, где ты работаешь, ну ты просто ребенок, ты не можешь сейчас полностью проанализировать весь этот путь, который ты должен будешь пройти в своей жизни, начав какой-то, как вот, какая-то служенница в клубе шестой фабрики в итоге есть церковь, мы, кстати, тогда церковь и назвали Пажить, я до сих пор наоборот церковь Пажить называю, мы брошюрки писали, в автобусах клеили, приходите, воскресное собрание церковь Пажить, народ прям валом валил, еще Пажить мы каким-то старославянским написали, ну просто вот прям Пажить, Господи, мама дорогая, я бы в жизни в такую церковь не пришел, вот, но Бог прилагал спасаемых к церкви, может переименоваться опять в Пажить, вот, ну, поэтому увидеть Божьи возможности в своей жизни, их, их очень много, а сейчас время Святого Духа сошествия, когда Он тебе в Духе открывает одну, вторую, третью, четвертую, дверь в твоей жизни, один из его даров, и это прямо удивительно, Господь всемогущий, прямо сейчас мы молимся, Господь, ты сказал, что ты дверь, овца, ты сказал Петру, что ты отдаешь ему ключи от ада и смерти, от того, что свяжешь на земле, будет связано на небесах и так далее, Господь, ты сказал, что ты дал нам двери, ключи к этой жизни, Господь, я прошу тебя, покажи нам эти пути, по которым мы можем идти в нашей жизни, в наших семьях, с нашими детьми, с нашими финансами, Господь, идти дальше, двигаться, Господь, в том, что ты приготовил для каждого из нас. Господь, мы молимся, помоги нам увидеть в этих странных делах, Господь, который предлагает нам эту жизнь, твою руку, Господь, возможность прославить тебя, возможность прикоснуться, Господь, к пророчествам, Господь, которые ты высвобождал и высвобождаешь на эту землю. Господь, мы молимся, дай нам удивительную привилегию входить этими дверями, Господь, дай нам увидеть, дай нам увидеть и пойти, не сказать, почему нет, почему не надо, почему так или не так, Господь, мы молимся, прославляем тебя за каждую дверь, которую ты открыл нам в этой жизни, молимся и начинаем по этим дверям идти, открывать и входить во что-то новое, удивительное и славное. Господь всемогущий, слава тебе. Аминь, аминь, аминь. Аллилуйя! Пошумим, пошумим! Друзья мои, может быть, вы еще не принимали Иисуса как Господа и Спасителя, пришли сегодня, может быть, первый раз, может быть, нет, но вы хотите помолиться. Я хочу вместе с вами произнести эту молитву, молитву, чтобы вы примирились с Господом. Если есть такие люди, помашите мне рукой. Кто пришел сегодня первый раз и хочет помолиться? Есть кто-нибудь здесь, кто еще не принимал Иисуса как Господа и Спасителя? Если есть, смотрю, руки. Как это? Лес рук. Вот. Кто курил, я видел. Хорошо. Я кого-то заметил или не заметил? Хорошо. Друзья, значит, в следующий раз останемся на второе, там тоже будет призыв и там сможешь выйти, если тебе какие-то сомнения будут голодать тебя. Аминь. Все. Господь Семогущий, молимся, благодарим за всех новых людей, которых ты прилагаешь к церкви. Твое спасение, Господь, во имя Иисуса Христа для этого города. Аллилуйя. Аминь, 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 аминь. Друзья, у нас сегодня удивительно начало месяца и у нас с вами хлебопреломление. И о хлебопреломлении писание много что говорит, очень много споров. Вот споров, но у нас только много. Как правильно принимать, как неправильно принимать. Люди столько страхов испытывают и разных проповедей. Если вы откроете интернет, вы найдете о хлебопреломлении, ну просто вот, и это, ну, сражаются народ от души. Сражаться надо за души. А не правильно или неправильно. И так вот. Здесь написано, я, Матфея 26, 26. Очень хорошее место из Библии, которое, и когда они ели, Иисус взял и, благословив, преломил хлеб и раздавая ученик сказал им, примите и едите сие из тела мое, взяв чашу, благодарив, подал им и сказал, пейте из нее все. Видите, написано все. По этой фотографии, этого предотведения мы еще поговорим, но там как раз все, кого даже не было. вот, но он сказал, смотрите, перед этим, он говорит, пейте из нее все. Все. Вот, ну, это вы, мы, все. Вы же все. Конечно, потому что нет все, и все, такого не бывает. ибо сие есть кровь моя нового завета за многих изливаемое в оставлении грехов. Сказываю же вам, что отныне не буду пить плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве отца моего. И, воспев, пошли на гору Ильонскую. И радость пришла. Тогда говорит Иисус, все вы соблазнитесь обо мне в эту ночь. Представляете, он знал, что все соблазнятся. Иуда предаст, Петр предаст, отречется три раза. Фома не поверит, пока не пальцы не всунет. Он все знал. Вот уж насколько самые неправильные люди его сейчас окружали. Но он их до вечери допустил. Ну, понимаете, о чем я с вами сейчас разговариваю? Если он им дал, а перед этим был разговор о предательстве Иуда, там, не я ли Господи, он говорит, ты сказал, прямо вот предыдущие стихи, после того, как он начал хлебопритомление, он потом Петр стал говорить, если они все отрекутся, только не я, конфликтность в команде там в этой замечательной появилась. Но все равно он всех до хлебоприломления допустил, потому что Бог ищет точку контакта с каждым, с каждым из нас. И вот мы все давайте сегодня вспомним о том, что Бог есть, Бог еще одного шанса, что Бог обновляет, Бог поднимает и принимает это хлебоприломление, мы получим еще что-то новое и обновленное внутри себя. Только давайте все перестаньте сейчас вот думать о чем-то другом. О себе, как о плохих. Вот он с плохим все сделал, с предателем прям принял хлебоприломление. Он же Иисус не заповедовал, Иуда, давайте все сделаем хлебоприломление, Иуда, подожди, тебе я больше всех дам. ну, поэтому давайте, как мы всегда делаем, возьмем, потом помолимся и примем хлебоприломление. Вперед. Все. Субтитры сделал DimaTorzok